всем привет ребята решил запустить пораньше но не успел пока начала кормить пришел почистил только что в загончиках и решил заключить но она стала не успел ну сейчас посмотрите сейчас быстренько понасыпаешь замолчали виснушка ложись кормить ложись давай вот здесь тоже сейчас у нее в карте грязно сейчас я уберу все всем стой стой мамой стой почему не покормила деда почему мамой что не покормила сейчас насыплю сейчас лови на кушай не хочешь водички хочешь вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, как бы на передних сосках молока больше, а поросята здесь меньше. Очень странно. Очень странно. Продолжение следует... Хотя на железо бывает реакция. Бывает такой мгновенный паралич поросенка на несколько секунд. Или вот такой тремор, прям потрясывание поросенка. Ну, вот такая бывает реакция на железо. Или на его составляющие. Потому что в железе куча витаминов. Часто есть чистое железо, есть с добавками. Так что, вот так. И бывает даже свинке уколешь железо. Ее тоже начинает трусить. И она как бы немножко теряется в пространстве на несколько секунд. А бывает даже минут. Но это очень-очень редко. Но такое тоже бывает. Ну, в общем, я думаю, сейчас уляжется. Посмотрите, вот черненький поросенок и рябенький. Рябенький пошел в туалет, спрятался под корыто. Сейчас я принесу еще водички. А тогда уже зайдем к поросатам. Я вам их покажу поближе. Субтитры сделал DimaTorzok А еще я бегал за водой. Сейчас вам покажу. Или по воду. Кто как говорит. Ну, вот ведра. Смотрите, так как холодно. Смотрите, как гуляют курочки. Они походили, походили, погуляли. Хоп, малышня попряталась под них. Притом все курочки. Так как сейчас 7 часов утра. Свежо. Но я лажу с 6, потому что нам в поле. У меня не там офника. Я буду сам в поле сегодня. У меня как бы день не сильно занятый. Так что вот так. Смотрите. Здесь попрятались. Вот. И вон. Ходит, ходит. Хоп, спрятала малышню. А четвертая курочка. А четвертая курочка. Тоже вот зашла и уселись. Тоже попрятались. Рано еще. Ну, рано. 7 часов гулять, да? Вышли. Вышли, поели. Там у них и мелкая крупка. То есть, которую я покупаю. Топ-кормовскую. И вот эта гранула моя. И водичка вот стоит. Вот так. Сейчас. Так, девки, не драться. Что за драки? Что за драки, брюлечка? Вот так. Вот так. Мамулечки. Вы уже все скусали, умнички. Хорошо, когда аппетит хороший. Вот так. Девочки, а вы? На. Ты покушала? Водичку выпила? Может, еще водички? Ты сожрала? Облизала кормушку. Молодец, молодец. Аппетитненько, как кушает. Пепа. Все. На, водичка. На, еще. На. На. Вот так. Все. Все. Пошли. Пошли смотреть на пацкал. Пошли. Попила. Красота. Молочко. Райзводство. Молоко зовут работает. Поэтому водички. Все. Отходи. Давай. Вот эту гадость уберем. Вот так. Вот так. Все. Покажи деток. Покажи, Веснушечка, деток. Покажи. Сейчас, секундочку, друзья. Давай глаз. Давай глаз. Вот. Смотрите. Смотрите, какие маленькие. Какие маленькие. Рябеньки. Но при этом они не голодные. То есть, они как бы накормлены. Знаете, чем? Они. Они очень дрались за первые соски. То есть, вот к третьему дню, как мне нужно было сделать все процедуры и скусить зубы, щеки были покусаны. Вот прям были покусаны. А черненькие на задних сосках прям разделились за секунду. Молодцы. И прям черные такие лепехи. Посмотрите. А серенькие. Это как, помните, у Джессики было вот эти пять вьетнамцев, которые от Пепе, они так всю дорогу, то есть, весь месяц они так и дрались за первые два соска. То есть, пять поросят дралось за два соска. Хотя у свиноматки, у этой, тринадцать сосков, и, то есть, все рабочие, во всех есть молоко, я проверял, то есть, у каждого соска есть молоко, то они все равно, они все равно дерутся за передние, потому что, не знает, то есть, может на инстинктивном уровне, а может просто, что он попробовал тот сосок, и все, я больше его никому не отдам, и за него дерется. И получается, что получается, черные пять штук, все толстые, прям сарделины, вы мои сарделины, они сюда-сюда, посмотрите на эту колбасу докторскую. И ты что за толстая сарделька? На-на-на, гляньте, какая толстая, блестящая сарделька. Ну все, я просто показал. Ты золотушечка, одиннадцать штук и всех кормишь, умничка. Только детки у тебя безмозглые, да, бьются. Бьются. Пуповины уже поотваливались, они отваливаются на вторые сутки. Ложись. Ложись, девчуль. Покорми лепешек. Видите, прям, ну прям большущая разница. Может в дальнейшем они поправятся, ну вот эти рябенькие, но как-то этот раз вот черные, черные выигрывают. Смотрите на вот этого, на вот этого толстунчика в носочках. Ты кто, кабасик, где свинюшка? Кабасик, да? Ну такой красивый кабанчик. Странно. Прошлый раз было девять, они идеально разделились по соскам. Вы видели, все ровненько сосали молочкой. А эти вот, видите, кучей лезут к передним соскам. Тут уже хоть убей их, понимаете? Если ты его отсаживаешь к заднему, он не слушается и лезет назад к переднему. Хоть что бы ты ни делал, он все равно будет лезть к переднему. Ну вот так. Веснушечка. На пилоте холодной воды трусится холодно, да? В сарае тепло. Очень тепло. Ну вот так, ребят. Два паруса пережили. Осталось еще шесть. Правильно я говорю, два. А ну вспоминаем, кто будет паруситься. Здесь четыре и там две. Шесть штучек. Правильно, правильно, шесть штучек. Получается, манка овсянка, хельга брюлька и главрей Джессика. Вроде никого не забыл. Да? Лепешечки. Видите? Отдыхают под лампочкой. Чего вы деретесь? Чего вы деретесь? Видите, мордашка чуть покусана. Успели, успели за трое суток погрызть друг друга. Ну, сейчас уже все хорошо. Зубов нету. Бегемотик настоящий. Тебе, бегемотики вы, да? Сейчас я дверь закрою, будет тепло. Под лампочку прячутся. Греются, да? Греются, детки. А бегемотикам жарко. Так, хренюшка. Да не хрюкайте так громко. Вот так, ребят, все. Увидимся, возможно, вечером. Поехали мы в поле. Нужно досеять пшеницу. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Пока. Поехали мы в поле. Поехали мы в поле.